Ребят, всем привет! У нас сегодня замечательный классный шаблюль и я не прикалываюсь, я действительно его жутко люблю, вот обожаю. Вот есть заводы, которые очень люблю, а есть заводы, которые очень сильно очень люблю. Вот шаблюль из них. Во-первых, пришло у нас из больницы вот это кольцо, я его отправляла обратно с негодованием и выговором. Мы два раза пытались получить кольцо с черным жемчугом, вот на третий раз, слава богу, девочки по фамилии Шевченко, наконец-то 23.29 артикул, она получит то, что хотела. Это раз. Значит, вакцинация, ребята, маркозита начнется с завтрашнего дня и продлится, по-моему, две недели, я не знаю, тут такая коробка, я еле подняла. Вот. Ну, будем, как всегда, пакетик в день, потому что иначе я завалюсь и ничего не успею во мне разослать, не рассчитаться. К сожалению, не могу прям сразу все показать, потому как у меня маленькие возможности обработки информации. Так, ребята, второе удивительное рядом, а конкретно, помните это кольцо? Ну, все, мы его вернули с негодованием, 7,5 мы просили. Значит, оно по мне, ну, вот явно большое. Я взяла штангенциркуль, вот опять я уберу. Я им промериваю, получается, ну, 18. Где тут 7,5-й-то? 18-й. Они его надевают на кольцимер, на конус такой, дрынчик такой. А оно показывает у них 7,5. На что Зор говорит, иди отсюда, в следующий раз еще и треснем. И возвращать мне это кольцо, как оно есть. Поэтому, девушки, эта модель большимерит, ну, на размер, 21,71. Я вообще впервые такое вижу. У нас обычно трагедия, что все маленькое, да? Там губка бобна на размер маломерит, а это большимерит. И, короче, вернули мне его, и доказать я ничего не смогла. Теперь будем решать, девочка, она специально бедная выбирала, там было всего два этих голубых агата, она очень просела без полосочек. И нашли, и так постарались, и сделали. Но оно, ну, 18-й, не 17-й с половиной. Знаете, я вообще при желании его даже на 19-й могу. Правда, я уже четвертый день на диете, булки не ем. Может, у меня там что, схуднуло в пальце? Ну, а в принципе, это чистый 18-й. Так что решаю, что будем делать. Я просто даже не знаю. 21,71 артикул, 59 долларов, изумительный голубой агат. Либо толстей, либо... Не, на самом деле я смеюсь, толстеть не надо, конечно. Я думаю, что все-таки попробую его померить, походить с ним. Может быть, на правую руку. Может, все-таки не все потеряно, и будешь носить его как-то на третий палец. Ну, реально красивое кольцо. Ну, вот Зор меня выслала. Она мне фотку прислала, где на кольцемере видно, что он 7,5. Вот такие вот метаморфозы, товарищи, бывают. Так, чем еще я вас удивлю? А удивлю я вас девушке часами, которые 582-й артикул, 19 сантиметров, с ониксом. У меня тяжелое ощущение, что его их сделали второй раз. Потому как за последние две недели я не припомню, чтобы кто-то заказывал часы такие. Ну, хотя у меня склероз системный. Поэтому еще совершенно не обязательно, что это правда, что их никто не заказывал. Короче, девочки, если кто-то обнаруживает какую-то связь духовную с этими часами, срочно мне напишите. Цена на них пока растет, потому как доллар падает. Вчера доллар пробил дно еще сильнее. Уже вообще скоро не будем говорить, что будет скоро. Но нехорошо это для израильской экономики. Такое усиление шекелей, падение доллара нехорошо. Вот и нам это нехорошо, потому что сейчас эти часы уже были 191 доллар после подорожания. Теперь они, девочки, 204 доллара. Представляете? То есть только в разнице, в курсе оно дает вот такую вот ерунду. Не знаю даже, что сказать. Кстати, Ронен тоже очень жаловался, говорит, что у него очень сильно упала продажа именно часов, потому что они как-то заоблачно дорогие стали после того, что серебро поднялось. Дальше у девчонки, кто что заказывал до 1 декабря и оно еще не пришло, продублируйте мне, пожалуйста, потому что иногда бывает, что заказы выпадают и их не делают. Бывает, делают все-все-все-все в рекордно короткий срок, потом оба и целую партию нету. Изор говорит, нет, у меня это нет в заказе, хотя я точно знаю, что я подавала. Бывает и такое, поэтому кому что-нибудь досталось, напишите мне. Про часы я помню. Юля, я помню из Германии про часы. Это я завтра сообщу. Значит, вот, например, еще бывают ситуации, когда наоборот. Я напоминаю, мне делают то, что я как бы уверена, что забыли, и потом, оказывается, два раза сделали. Вот это колье для Оли из Харькова за сколько он стоит? 100 с чем-то. Ребят, 125 долларов его новая цена в связи со всеми метаморфозами серебром и с долларом. И два, короче, и написано, что оно на 50 сантиметров. Обычно все колье идут 42-45, это на 50. Вот, так что, девчонки, таких колье у нас два получаются. Одно Оли на и одно в продажу, если кто-то захочет. Ну, красиво очень. Это есть с той серии воротничков, которые разные такие, полукругом, с разными рисунками. Их обычно под что угодно можно носить. И то же самое произошло. Тут еще я видела вещи, которые продублированы. Ну, ладно, сейчас дойдем и увидим. Так, девочки, вот эти серьги 35-31 за 44 доллара. У меня не указано, кто заказал. Поэтому найдитесь, пожалуйста. Либо, если кто-то хочет забрать, забирайте. Так. Значит, есть у нас тут для Тани Васильевой цитрины. Таня, вот твои цитрины. Это 22,60. Недавно вы такие тоже видели. Они останутся в Израиле, а эти улетят. Это вторая пара. Цитринчики. 75 долларов. То есть, модель, это она сама по себе недорогая. Просто за счет того, что здесь натуральные камни, соответственно, цена выше. 75 долларов. Еще есть две пары неопознанные чьи. Может, просто так я заказала. С меня останется. Это голубой топаз. Оля Рубчинская, это не твои, не переживай. Это сегодня пришли новые. И белый топаз. Сейчас покажу. Насчет белого топаза. Вот он. Я хочу еще уточнить цену. Потому как голубой топаз, он самый дорогой идет. Он 80 с чем-то долларов получается. И тут у меня по какой-то причине белый топаз стоит в ту же цену, что и голубой. Может быть, оно подорожало, не знаю. Но цитрин получился дешевле. Обычно белый топаз, он стоит или как цитрин, или даже дешевле. Поэтому я вам как бы показываю эту пару. Кто ее хочет, забирайте. Но цену напомните мне еще все-таки провентилировать. Потому что очень странно, что цитрин дешевле. Хотя мне могут потом сказать, что и цитрин дороже. Поэтому лучше не спрашивать лишний раз. Не, ну в данном случае я, конечно, узнаю. Значит, точная цена голубого топаза и белого топаза. Вот указано 84 доллара. Ну, голубой топаз точно так стоит. То есть, это я даже проверять не буду. А вот насчет белого, как говорится, выясним это дело. Очень красивый. Так, далее. Что у нас тут еще интересно. Значит, девочка по имени. Извините, что я по фамилии. Я просто на пакетике, у меня мало места. Я поэтому, так сказать, информации, чтобы стояло как можно более плотно. По фамилии Чеснокова. Вот такие классные она попросила. С кубическим цирконием. Глаз, мухи. И тут еще два фионитика внизу. Это 20.72. 54 доллара. Смотрите, какая шикарнейшая модель. Так. Дальше. Опять у нас появился, кто просил. А, да-да-да, у меня есть девочка, которая у меня просила. Все, я вспомнила. Это не просто так. Восьмой размер. Они нам, по-моему, за неделю его сделали. Вот он есть. Имеется в наличии. И обращайся. Колечко твое. Вот. Это Д-10. Стрекоза. Кстати, у меня есть такой же на 18.5, кому нужно. Это на 18. Оно идет больше все-таки на... Ну, это в данном случае 18.2. Оно больше идет на 17.5-18. 17.5. Для Оли Рубчинской сделали такой прямо целый поход специальный. Значит, она попросила вот этот вот кулон. Было недавно. Светик Иванова. Светик, там, выздоравливай. В Швеции. Нашла, где болеть. Светик наша болеет. К571. Вот Оля Рубчинская попросила такой же с Адолитом. И мне сказали, смотри, у нас есть капля, и у нас нету кружочка. Я говорю, ну, будет, когда будет, мы подождем. И тут, значит, короче говоря, отправили в Тель-Авив за камнями. Ну, по своим делам. Оль, ты там не думаешь, прям из-за нас с тобой специально поехали из-за фуллы, да? Но все равно приятно, что про нас не забыли. Привезли такой с Адолитик милый. Такой хорошенький. Вот. И вставили тебе в кулон. И, короче, получи, распишись. Цена с Адолита 61 доллар. Так, вот эти серьги с лазуритом очень и очень давно, реально, мы вот их действительно перезаказали второй раз. Их сделали очень быстро. Если первый раз мы ждали, ждали полгода и не пришли, то второй раз, по-моему, дней за 10 их сделали. Это вот под настроение, что называется, 20-42. Они, девчонки, не дешевые. Сейчас их посчитаю. Уже вижу. Девочки, 98 долларов. Здесь натуральный лазурит, который считается недешевым камнем здесь. И вот такая у них цена получилась, довольно немаленькая. Так, Аня попросила сделать такой экспериментальный вариант 22-39. Сейчас, сейчас. Цепочка тут такая, она очень блестит, но она колючая. Мне очень не нравится. Интересно, а можно вынуть? Нет, нельзя. Мучатся теперь тебе всю жизнь с этим кулоном. Она, как бы, по ощущению такая остренькая. Ну, когда подержишь, поймешь. Но зато это дает вот этот вот алмазное огранение мелкое. Значит, мы сделали эксперимент. Мы поставили кианиты и золотого цвета друзу. Зор не хотела. Сказала, она считает, лучше сюда серого. Мы сказали, поставь, как мы просим. Я думала, что поставить розовый жемчуг. Но когда поставили розовый, ну уж совсем стало как-то пестро и неблагородно. И мы вернули белый. И к нему есть серьги. Вот такой вот комплект. И, по-моему, очень классно смотрится. И я вам хочу сказать, что эти серьги у нас не было ни разу. Эту модель мы не заказывали. И, по-моему, классно вышло. Кулон стоит... Сейчас посмотрю. Ребят, кулон 95. 95, серьги 64 доллара. Кстати, я ощущаю, что вставки натуральные тоже подорожали. Это уже шаблюль ни при чем тут. Они тоже закупают камни. Просто я вижу. Вот Друза, например. А, кто хочет знать, 1945 год. Вот это серьги эти артикулы. Они на неваляшок чуть-чуть похожи. Такие с розочкой в руках. А кулончик мы видели 22.39. Он время от времени пролетает у нас тут с разными вставками. Так, смотрим дальше на разные интересности, которые девчонки поназаказывали тут. Значит, вторая часть заказа. Мы уже думали, что он пропал. Потому что первая часть была неделю назад. А оказывается, все в порядке. Это, во-первых, 20-23 веточки с аметистом просили на 21 размер. Сейчас мы его и проиметь. Да, ты смотри. 21, как вы просили. Есть. И даже цена осталась та же. Они 61, по-моему. Сколько они стоили? Они не подняли за размер. У них иногда они добавляют, иногда не добавляют. Наверное, зависит от сложности работы. Значит, это, ребята, 21 размер, аметист, модель веточки 20-23. Дальше, ребята, будут у нас такие странности, которых вы еще не видели. А конкретно? Помните вот эти гвоздики, которые идут с жемчужиной? Ну вот, девичонки взяли и прямо попросили с цитрином. Зор сказала, ребята, это будет дорого. Я говорю, ну, дорого, ну что делать, хочется нам. И они нам таки сделали. Как вы помните, фишка этих серег в том, что снимается, я вам дам силиконовую заглушку, потому что вот эти серебряные, это нехорошие. Тут есть три позиции, выше, ниже, как хотите. И можно просто как гвоздик носить. А можно сюда вставить наоборот, другой гвоздик этому камню. То есть, получается модулярные такие сереги. И получается, что это за ухо. Значит, цена, сейчас вас вас буду пугать. Это же у меня тут калькулятор, я прям как в бухгалтерии при вас. Сейчас буду клацать счетами. Я так счеты хочу, такие древние, деревянные. У нас нету такой роскоши. 108 долларов, ребята. Ну, тут четыре офигенных натуральных камня, поэтому как бы ничего не попишешь. Представляете, я так буду сидеть, у меня будут такие нарукавники, с счетами там вам считать. Тык-тык-тык-тык, сколько стоит украшение. У меня клево. И, значит, сейчас будет интересная вещь. Вы такое не видели. Эта вещь, ребята, обговаривалась полгода. Обсуждалась. Сейчас, всячески, всячески, Зоор у нас был военный совет. Чуть было не сделали это колье не черненым. Зоор схватилась за голову, сказала, послушайте меня с моим, так сказать, опытом. Не делайте его белым, она будет некрасивая. Ну, в итоге она своим напором нас задавила, и мы сделали, как она хотела, черненое. И, по-моему, не прогадали. Шикарно. Значит, в чем фишка? Тут все натуральные камни. Тут стоит цитрин, гранат, передот, аметист, белый топаз и голубой топаз. Вот такое колье. Муж, честно говоря, думали, что они нас кинули и забыли про нас. Но вот, пожалуйста, есть. Ну, конечно же, все с замиранием сердца ждут цену. Я тоже, сейчас я, когда цена выскочит, у меня здесь в калькуляторе, я вам ее объявлю. Ну, вы знаете, не страшно, 160 долларов оно получилось, я думаю, будет больше. 160 долларов. Что-то мне казалось, что за 200 будет. Ну, вроде неплохо. Так, значит, закончили мы с интересностями, которые мы сами придумали как. Так, смотрите, Шаблюль, честно вам скажу, он не очень любит, когда ему указывают, что делать и как переделать. Но если это в каких-то вот таких некрупных каких-то вещах, они идут навстречу. Конечно, если там изменения модели, они не будут возиться. У них с этим делом нету у них нетерпения, невозможности. Значит, это тоже у нас побывало в больнице по замене вот этой штучки. Нам по ошибке прислали с голубым топазом, мы вернули, и нам вот это Ларисе уйдет, по-моему, в Корею, если я не ошибаюсь. Вот теперь нам вернули его с Перидотом, потому что у нее серьги такие. Так что вот они висюнку поменяли. За что великая наша Мерси. Так, девушка по фамилии Топунова, 37,90, твои серьги с розовым жемчугом. Я просто в шоке, они не забыли вставить розовый жемчуг. И они даже подписали пакетик, что он розовый. После истории с черным жемчугом, который мы три раза отправляли обратно, потому что все они ставили белый, я думала, что до них не достучаться по Катюше, нет. Ну, вот. А, кстати, между прочим, Катя появилась, получается, может быть, это благодаря ей, собственно. Сегодня у нас какой день? Воскресенье? Может быть, это и Катя. Вот, короче, вот такая классная модель. 37,90. Сейчас я даже цену скажу. С розовым жемчугом. Мне не очень нравится. Мы даже сюда меняли как-то швензы. Хотя, по-моему, и не обязательно. По-моему, так красиво. Ребят, 53 доллара стоят такие серьги. Тут, значит, фишка в том, что эта часть припаяна, и еще колесико такое внутреннее ходит. Гуляет. 53 доллара. Так. Наташа из Раматгана. Б-409 просила с бирюзой. Это бабочки. Бабочки. Листики. Бабочки, листики. Вот пришло. Очень хорошенькая. Бабочки, листики. И, кстати, сюда тебе очень порекомендую. Вот эту вот цепочку. Хотя здесь тоггл. Видите, он с шариками по бокам. Тут еще иди его потеряй. Мне его даже трудно вдеть. Но, девчонки, все, у кого вот браслет из тоггла, очень рекомендую вот эти вот удлинительные цепочки. Если кто-то не в курсе, кто пропустил видео, я в следующий раз покажу. Там, где два карабина и цепочка посредине. Тогда вы можете со спокойной совестью. Так. Это какой он тут. Вы еще не расстегнешь. Маленький гад. Я тут еще просто через камеру, но я еще не напрямую вижу. Девчонки, сейчас можно я отключусь и нормально его расстегну. Да. Там есть определенный угол, где он высовывается. 409-й браслетик. Девчонки, а цену я не сказала, да? Ребят, 117. Такой браслет получается. С бабочками. Так. Значит, помните историю про двойные заказы, да? Которые два раза приходят. Вот два раза колье Оли пришло из Харькова. Вот Оли же из Харькова и два раза браслет прислали. Значит, он на одном пакетике написано 19 сантиметров. Мы просили. Сейчас мы их проверим. Насколько они правы. 19 ли он. А знаете что? Давайте сначала промерим, а потом я его буду пытаться померить на себе. Значит, он... Да? Даже 19,5. Да, таки, да. Это глаз мухи. Очень мной любимый браслетик. У меня такого, правда, нет. Но я думаю, что рано или поздно он у меня будет. И между прочим, именно белыми. Хотя сюда можно и шампейн, и аметистовые, и лавандовые, и красные, и голубые, по-моему. А давайте посмотрим второй браслей такой же точно. Они его тоже делали на ту же длину или нет? Потому что Оля просила именно на 19. Да, два одинаковых. Вот это называется дежавю глюк в матрице. Помните, как в фильме «Матрица 1», когда там кот шел черный за дверью? И когда Нео сказал, ой, странно, что-то я увидела. Все к нему повернули, говорит, что-то увидел. Он говорит, кот, один и тот же. А, два черных кота, это не один и тот же кот был. Ну и потом в них начали очень быстро стрелять и громко, и много. Значит, цена. Ребята, цена этого браслета 99 долларов. Так. Девчонки, у нас еще здесь два. Вы помните, это очень классная модель. Всем нравится и очень часто ее покупают. 44,77. Он бывает с разными оттенками. Они его делают иногда. Ну, как бы смотрят, какой жемчуг и вставляют. Например, вот смотрите, здесь он немножко более такой серый, что ли. А здесь он более ванильный, видите, разный. И тут он более выпуклый, а здесь он более плоский. То есть тут явно желчужинка покрупнее. Так что, девочки, кто заказывал, кому нужно, забирайте. Он 49 долларов. 49 долларов. Очень красивенький. Они у меня накопились. Многие заказывали, и я их постоянно дозаказывала. В итоге, по-моему, уже дозаказалось до такого количества, что они уже, по-моему, накопились у штуки 4. Так, дальше. Ну, а есть иногда странность, когда вещь, которую я прошу сделать мне. Ха! Я вообще сейчас в великом удивлении пребываю. А, все, я догадалась. Они мне сделали разные серьги по рисунку. Это, помните, есть колье у нас, такой светофорчик один над другим. И вот я попросила к этому колье серьги. А они, видать, не знали, какое звено. И они сделали разные артикулы. Это 34,46. Самое странное, что оно и в цене почему-то разное. Вот это 34,46. Оно стоит, сейчас вам скажу точно, пока вы рассматриваете его внутренний рисунок, 47 долларов. Значит, видите, тут такие какие-то елочки, палочки. А сейчас вам покажу. 34,51. Чтобы только их не перепутать. Значит, 34,51 будет стоить или столько же, или на доллар дешевле. Там надо подсчитать. Видите, рисунок другой. А есть еще 34,50. Сейчас вам покажу. 34,50. Вообще, почему-то намного дешевле. Мне кажется, там какая-то у них путаница. Ребят, я должна буду разобраться с ценами. Видите, это 34,50. Он тоже другой. По сравнению с этим. Там, ну, не сильно, конечно, разницу видно, но рисунки разные. Короче, теперь мы будем подгонять под то колье, чтобы было одинаково. А две пары других будут в продажу выходить. Так что, девочки, кого интересуют, я даже не знаю, по какой цене посчитать. Знаете, что я посчитаю по среднее, а там проверим. Значит, получается здесь у меня, что они по 45 долларов. Одна пара дешевле 45, одна, по-моему, получается 46. Так, ладно, раз такое дело. Значит, сейчас хочу вам сказать, покажу вам кольцо. Это кольцо, как ни странно, заказали две девочки с маленькими еще размерами. Кольцо пришло одно. Я вижу, что у меня в заказе почему-то стоит только Оля. Таня из Ариэля тоже заказывала такое же колечко. Но пришло одно, и подписано Оля, 19.17. Поэтому, Таня, ты не обижайся, в крайнем случае выясним, где твое кольцо. А может, твое вообще уже приходило, я забыла просто. Если нет, то спросим узор. Но у меня действительно в моей таблице почему-то только на Олю стоит. Значит, это у нас, ребята, 15-3. Натуральный цитрин с золотом вокруг. Вообще, очень интересная модель. Очень красивая. Махонькая. Цена недешевая. Но тут вот это все золото 14-каратное вокруг. То есть оно и не может быть, в принципе, дешевым. Скажите, вы от меня не устали уже полчаса? Мне уже, даже если честно, трудно говорить чуть-чуть. Значит, 77 долларов, по-моему, получается. Ладно. Но мы будем сильными. И мы добьем все-таки. Значит, смотрите. Это тоже заказ. Это браслет 683. Одна из моих любимых. Значит, он маломерит серьезно. Сразу вам говорю, кто заказывает. Единственная радость в нем, это что в нем есть цепочка, которая на крайний случай можно, так сказать, и побольше сделать. Поэтому, как бы, нет у него какого-то определенного размера. Он, если я посчитал, он не дешевый. Он всегда был дорогой. А теперь, после поднятия цены на серебро, вообще всем хорошо стало. Он 119 долларов получается. Но он действительно шикарный. То есть у него тут, видите, такие целые детали серебряные. На серебряной цепочке толстые. То есть не только жемчуг. Это 683. Значит, еще раз нам пришли 613 булавки. Я знаю, что девочки ждут с бирюзой. Я помню. Я напомнила. Там две пары с бирюзой должно прийти. С Сергеевой Таней. И еще девочка заказала недавно. Но, тем не менее, вот опять пришли с лабрадок. Я не помню, кто-то заказывал. Потому что вроде я уже всем, кто просил, выдала. И вот пришла, может быть, на всякий случай заказала дополнительную. В любом случае 613 долларов. Ой, 613 модель. Это те ромбики, которые сейчас как-то всем нравятся. Все заказывают. Такой хорошенький, очень лабрадок зеленый. Зеленоватый. Может быть, они наконец-то зеленоватые лабрадок получили. Раз Катя вернулась. Так, Оля Рубчинская. Ты просила голубой топаз. Кулон, вот он. Пожалуйста, пришел. Кстати, у меня куча таких разных серег с разными камнями. Я вам показала в прошлый раз, что никому не понравилось. Вот видите, иногда к ним можно и кулочек дозаказать. Голубой топаз. Хотя, Оля, прям скажу, в шекелях сколько он будет стоить. 193 шекеля получается. Так, это 3583 артикул. Ребята, мы тут ждем. Вот кольцо, типа как моего. У меня есть. Микс. Мы их ждем разные. Ну вот, одно из тех, которое мы ждем, это 2947 его артикул на 18, с 18, с половиной. Я знаю, что кто-то ждет с белым, по-моему, 19, с половиной. С черным. Мы его еще раз. Это, ребята, 18. Не 18, но оно. 18, да. Микс. То есть голубой топаз, белый топаз, цитринометист. Так что, девушки, чье? Сообщите мне. Помню, Наташа, твою, мне кажется, все размер не перепутали. А, там две Наташи. Одна Наташа ждет с белым жемчугом. Я имею в виду та Наташа, которая ждет с черным. Так, ребята, тут будет сейчас целая куча серег, которые, я не знаю, по-моему, они не чейные. И три кольца. Вот это серги чейные. Это тоже топуновые. 3617. Вот они. Классные, кстати. Тоже давно мы эту модель не видели. Тоже меняли в ней швензу, я помню, как-то. Сколько они на сегодняшний день у нас получаются? Они у нас, ребята, получаются 56 долларов. Так. И теперь еще сам покажу кучку вещей, которые полничейные. Просто так я позаказывала. Значит, во-первых, серьги. Это пограничная. 12.37. Это, вероятно, очень может быть, что кто-то их просил. Но если их никто не просил, то вот, пожалуйста, у вас есть с плоским барочным жемчугом серьги на французской петле. Эту немножко надо выгнуть. Цена. 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 48 долларов. Дальше у меня будет модель 14.32. Тоже не помню, может быть, чьи-то, а может, ничейные. В любом случае, серый жемчуг, и они получаются по легким движениям руки, брюки превращаются в 38 долларов. Это 14.32. 38 долларов. Серый жемчуг, французская петелька. Классно, скажем, на подарок кому-нибудь. Сказать, вот из Израиля с любовью. Так. Значит, здесь у нас будут три пары. Одинаково. Но разница в цвете жемчуга. Number one у нас идет. Это, кстати, 12.02 артикул, кто не в курсе. Значит, они вот такие классненькие. Черная жемчужина. И цена, 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 цена у нас 45 долларов. Значит, это черненькие. Есть, ну, черненькие, это баклажаны, темный жемчуг. Есть такие у нас. Розовенько, персиково. Золотисто-лиловый, не знаю, как вы назовете этот цвет. Ну, цена та же, 45 долларов. И есть у нас серенькие. Серенькие, вот они. Иди сюда. Серенькие. Я так подозреваю, что поскольку-то в конце видео никто же до конца не доживет, все заснует, то мы увидим их в повторяшках еще в следующий раз, неоднократно. Ну, у нас сегодня цель в основном была заказы, так что я не очень сильно переживала. И еще парочку штучек. 10-27. Вот такая вот интересная швенза, припаянная. И вот такой шарик и монетка. Значит, вот такая вот классная, я считаю, интересная штука. Шарик и монетка стоит 36 долларов. 36 долларов, смотрите, какое чудо. Интересно, сколько оно до подорожания стоило? Чего же мы не видели? Такие хорошие штучки. Ну, это вообще на подарки супер. Да и не только на подарки. Мне очень нравится. Значит, 36, понимаете, оно не выглядит как что-то вот мелкое. Оно вот именно вот тут толстая довольно вот эта вот монеточка. Оно натуральный жемчуг. То есть, оно не выглядит игрушечным. Но, тем не менее, они вот очень даже бюджетные. 36 долларов. 4, смотрите, какая. Оборочный жемчуг маленький. Это дело стоит, ребята, 33 доллара. Видите, хорошенький тоже. Кстати, можно и на английский замок поменять, если надо. Если они доживут до повторяшек, то я их померю. А если они доживут, то не померю. Либо еще закажут. Посмотрим. 21,01. Еще одна оригинальная штука. Значит, 21,01. Получается они по цене 40. Эти 40 долларов. Значит, тут видите, идет тарелочка такая. Тоже, кстати, можно поменять на швензу. 21,01. И, девушки, вот напоследок, вот совсем последнее, вот, то есть, реально последнее. Я вам хочу показать кольцо 19,31. Этого кольца нету в каталоге. Мы его видели случайно в повторяшках. Оно всем понравилось. Но тогда оно, конечно, стоило дешевле, потому что в повторяшках у меня мои запасы по старым ценам. Сейчас оно стоит дороже. Я вам скажу, сколько. И, тем не менее, оно шикарно. 55. Тогда оно стоило, к вам, 49. Сейчас 55. Может, 47. Ну, не столь важно. 55 долларов. Это спиннер. Смотрите, какой красивый лабрадо. И, значит, размер большой. 19,31 артикул. Это, ребята, 19,8. То есть, он где-то на 19,5. Это было. Это раз. 55 долларов. Такой же точно мне вставили лунник. Так, лунничек. На такой же размер тоже. И ваш всеми любимый пиджин. Голубь. Лопал голубь пиджин. Обнаружили его тоже. Такого же размера. И вот, пожалуйста, есть ним тоже. Это тот же размер. Это все три модели одинакового размера. Они все близнецы. И пиджин тоже 55. И, ребята, вот теперь действительно. Последняя. Тут просто серьги, которые я не заметила. Тоже мелкашки. Мелкашки, которые... Мелкашки-очаровашки называется. Смотрите, какая хорошенькая штука. Это 18,08. Тут есть и серебряные шарики, и жемчужинка, и моя любимая цепь якорная. Сердечки. 18,08 стоит это делать. 33 доллара. Значит, если вы будете их дарить детям или подросткам, мне кажется, лучше силиконовую заглушку поставить, чтобы они не потерялись. Если вы будете носить сами, то это уже на ваше усмотрение. Я, например, не люблю силиконовые заглушки, они мне что-то раздражают. Ну, я, если честно, я серьги не теряю. Не знаю. Фу-фу, как говорится. Бог миловал. Может быть... Ну, сейчас есть проблема маски. Вот из-за них, собственно, может быть такое. Вот, все, ребят. Всех целую. И извините, что такое длинное видео. Да, пребудет с нами сила. Без паники. Девчонки, все, кто болеет короной. И не только кончайте с этим делом. Выздоравливайте. У нас в полку прибыла. С каждым днем все больше и больше заболевших. Ну, и с каждым днем все больше и больше выздоровевших. Так что у нас с одной стороны заходим, с другой стороны выходим. Вот. Так что будет все хорошо. Я надеюсь. И всем вам посылаю позитивно, сколько это возможно. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.